Неделю назад у меня была первая психотерапия в своей жизни, первая сессия с психологом, с Натальей. Я что-то о тебе знаю, очень многое не знаю. Давай, наверное, начнем с того, зачем мы вообще с тобой начинаем работать. Научиться самообладанию, наверное, в некоторых моментах, когда что-то происходит, и через какое-то время ты думаешь, а я мог вот так вот сказать или сделать, или ответить. Не хочется быть настоящей, если тебе не хочется улыбаться, не улыбаться, или наоборот. Научиться какому-то равновесию, наверное, когда происходят обстоятельства, на которые ты не можешь повлиять, уметь в них искать нужный ответ, не карать, не винить, а уметь работать с тем, что у тебя сейчас есть. То есть перестать сравнивать себя. Какие-то моменты иногда я сравниваю, и есть во мне такая черта, которая вот сейчас надо сесть и сделать что-то гениальное, иначе время сейчас закончится, и ты не успеешь. Ну, то есть, да, бывает такой резкий всплеск и рассеянности внимания. С одной стороны, вот такой вот сильный энергетический всплеск, и в этот момент же может накрыться ощущение, что я не знаю, с чего начать, за что мне взяться, вот, в такой рассеянности. И когда она происходит со мной, я очень много теряю энергии себе, прям, я чувствую, как она, ну, сливается, можно сказать. И меня может, ну, на несколько дней так поглотить, что мне вот прям, ну, нехорошо. Ну, и мышление победителя, о чем мы говорили, это, может быть, оно как-то объединяет те вещи, которые я озвучила. Как ты поймешь, что наша работа принесла желаемый результат? То, что я получу здесь, я уверена, что я смогу это применить в жизни, потому что я на это смотрю, как на что-то вот научное себе применимое. Мне интересно. И я думаю, что я пойму это, когда уже в каких-то моментах я такая, ох, ничего себе, а вот, наверное, месяц назад или когда, не знаю, отмотать назад, я бы так, наверное, не смогла. То есть, когда я уже начну ощущать какие-то в теле, наверное, изменения, что я действую иначе. В теле эмоции? Да. Это был какой-то волнительный день, потому что я не знала, что вообще будет происходить на нашей встрече и какой формат меня ждет. Но мне практически сразу стало спокойно, как я зашла в кабинет, увидела эту обстановку теплую, уютную, села на диванчик и растворилась в этом пространстве. Из того, что я чувствовала, это желание работать, узнавать какие-то новые инструменты для себя и применять их в жизни. Дальше было интереснее, когда я начала рассказывать и уходить в какие-то интересные воспоминания, моменты детства. И мне в какие-то моменты даже стало грустно. И вообще тяжело очень показывать свои эмоции. А тут еще и когда тебя пробирает на сильные эмоции, когда ты не можешь сдержать каких-то чувств, слез. Для меня кабинеты очень сильные, очень самостоятельные, очень смех, очень напустимые. Здесь этот часик можно побыть... А потом собраться и идти обратно. Быть боевой, серьезной, ответственной, штурмовать сцену. Для меня это уязвимость. Даже какая-то, наверное, слабость, которую трудно транслировать на показ. Я думала, я чуть-чуть справлюсь. Смотри, когда ты в кабинете психолога справляться, это встречаться со своими чувствами. Это плакать, это рассказывать о гневе, о злости, о боли. Со стороны Натальи чувствовалась поддержка, чувствовалось внимание к каждому моему движению в теле, к моим чувствам. Я ощущала трепет и заботу в ее взгляде, в ее словах. Это, наверное, самое важное, что когда ты открываешься и чувствуешь себя в безопасности, доверяешь. Мне важно было это чувствовать, потому что я, опять же повторюсь, что я не знала, чего ждать. И как бы не то, чтобы я закрытый человек, я открытый человек. Я могу рассказать что-то из своей жизни, но так взять, сесть целенаправленно, говорить об этом. Это было интересно, потому что много чего происходит, и ты не знаешь, как будто бы, с чего начать. Но все в итоге выстраивается так, как нужно, и ты говоришь о том, о чем должен был сказать. Мне понравилось, что мы слушали свое тело, переключались иногда, делая упражнения, дышали, разговаривали, поддерживали себя. Мне понравилось, как Наталья чувствовала меня и подхватывала мои фразы, как такой следователь, какими-то наводящими вопросами приводила меня к истине, в которой еще, наверное, стоит разбираться, потому что это была первая встреча, знакомство. Первая сессия с клиентом — это обычно разбор запроса, знакомство, узнавание друг друга, настройка контакта. И, собственно, этим с Линой мы на первой встрече и занимались. Мне важно было понять, какие цели Лина перед собой ставит на психологическом уровне, на эмоциональном и на материальном, каких результатов она хочет достичь, могу ли я помочь с этими результатами в рамках психотерапии, и немножко познакомиться с ее внутренним миром, узнать, насколько она видит сама причинно-следственной связи, какой уровень рефлексии у нее развит, насколько она в контакте со своим телом, собственными ощущениями, и насколько глубоко она готова соединяться со своими ощущениями. И, к моему большому удивлению, Лина в этой сессии пошла очень глубоко, подняла много разных тяжелых чувств ранних периодов и справилась со всей этой глубиной. Мне было очень приятно наблюдать этот процесс и быть к нему сопричастной. Так как я поняла запрос Лины, он не только про то, чтобы попасть на вполне конкретное телешоу, которое должно стартовать осенью, и у нас есть время до осени около полугода для того, чтобы подготовиться и пройти какие-то внутренние процессы, сделать ее готовой быть не просто участницей, но и претенденткой на победу. Но и самое главное, у Лины у самой запрос на внутренние процессы, на то, чтобы почувствовать больше уверенности, понимать, кто я как артист. Хочется себя расслабленно чувствовать на пути к этому диалогу и в моменте диалога, потому что я понимаю, если ты в проекте, то там это все камеры, и тебе нужно как-то общаться, коммуницировать и с наставниками, и в профайле сниматься. Конечно же, в этих вопросах психотерапия, как нельзя кстати, и может помочь ответить на очень многие вопросы и обрести ту самую целостность, которой часто творческим людям, амбициозным людям очень не хватает, потому что внутри есть много голосов, которые хотят разного, советуют разные, стремятся к разному. И вот договориться внутри себя и начать целенаправленно двигаться к целям, обычно это большой вызов. Я хорошо понимаю, что я могу быть полезна и действительно помочь прийти совершенно в другое состояние, которое может уже распространиться и на выпуск собственных песен, на сбор сольных концертов и на участие в телешоу. Самое главное, что у Лины будет гораздо сильнее внутренняя опора, готовность предъявлять себя и нести свое творчество, настаивать на том, чтобы занять свое место на музыкальном олимпе. Но мы только начали, и первое знакомство прошло позитивно. Мы погрузились в большую глубину. Я очень рада тому, что мне удается создавать безопасное доверительное пространство. Самой было интересно посмотреть на то, как выглядит сессия со стороны, ту видеосъемка, которую видите вы. И впереди нас ждет большое путешествие. Я знаю, что в Лине скрыт огромный потенциал, так же, как он скрыт в каждом из нас. И если у нас есть какие-то мечты, то у нас точно есть ресурсы на их реализацию. Могут быть препятствия, могут быть сложности, но при правильных ключах любые двери открываются. С интересом и с трепетом жду следующих наших встреч. Пока что под впечатлением, и мне все нравится. Посмотрим, что это вообще принесет, какие плоды. Вот.